Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодняшняя тема, как формулировали мы ее, ну или пытались обсуждать ее за эфиром с моим сегодняшним гостем, сегодняшняя тема, я бы сказал, стратегическая. Если каждый раз в эфире «Бизнес-класса» мы обсуждаем некие конкретные бизнесменов, конкретные ситуации, то эта история, мне кажется, все-таки некой стратегической. Всеобъемлющей. Тема звучит так. «Лидировать, развивая отношения». Это, кстати, цитата. И в дальнейшем мы сможем узнать, откуда она. И смысл сегодняшнего разговора. Мы пытаемся определить, а в чем же ключ к успеху в современном мире? Ну, я надеюсь, для всех наших слушателей не секрет, что в современный мир, ну вот в представлении именно бизнесмена, в представлении того, кто пытается что-то делать, он меняется, он изменчив, и он не стоит на месте. Более того, делает это достаточно интенсивно. Об этом мы сегодня рассуждаем. Я с удовольствием представляю сегодняшнего гостя. Это Кирилл Корнильев, генеральный директор IBM в России и СНГ. Добрый вечер, Кирилл. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемый слушатель, у вас есть, как всегда, возможность принять активное участие в сегодняшнем разговоре. Напомню, для этого у вас есть номер телефона. Вы звоните в студию по телефону 6510996, код Москвы 495. Либо есть электронный адрес finam.fm. И все ваши вопросы, рассуждения, размышления я читаю в эфире, и мы отвечаем или комментируем их вместе с гостем. Ну что ж, давайте начнем наш разговор. Итак, немножко пафоса, да, я предупреждал, Кирилл, мне кажется, это будет уместно. Немножко пафоса. Действительно, если мы говорим о современном мире, ну, у каждого, наверное, понимание разное, что такое современный мир. И тем не менее, с точки зрения человека, реального человека дела, человека, который пытается делать бизнес, этот мир очень и очень изменчив. Он все время куда-то стремится, он все время развивается, как говорили раньше, семимильными шагами. Порой не успеть за этим движением. Тот, кто не успевает, кстати, очень часто становится неконкурентно способен просто-напросто. Так вот, в чем ключ успеха в этом самом современном, да, не останавливающемся мире, мы сегодня и поговорим с Кириллом Корнильевым, собственно. Я предоставляю ему слово, потому что, видимо, есть некая декларация, и я сразу же попрошу Кирилла вот эту цитату прокомментировать. Ну, собственно, откуда она идет. Лидировать, развивая отношения. Это некий девиз, это некий слоган, насколько я понимаю. Совершенно справедливо. Лидировать, развивая отношения – это название последнего исследования, которое IBM недавно провело в этом году среди большого количества руководителей предприятий, руководителей бизнеса. Потому что для того, чтобы понять, что нам нужно делать для того, чтобы быть успешным в этом бизнесе, наверное, надо беседовать… В любом бизнесе, я понимаю. В любом бизнесе, абсолютно, в разном бизнесе. Надо беседовать с его руководителями, прежде всего, которые успешны, которые менее успешны. Наверное, смотреть, чем это отличается, и что они думают, и успешны, и неуспешны, и о том, где они находятся. Главное, почему одни успешны, а другие не очень. — IBM достаточно давно, с 2004 года, проводит каждый год такие исследования. Называется Global CEO Study. Это индивидуальное интервью, когда специалисты компании IBM приходят к руководителю предприятия лично. — Лично, что важно? — Лично. Это не по телефону, это именно лично. — Да-да-да, это некий опрос такой анкетный, да? — Да, потому что, кстати, анкетный опрос, вы не знаете, кто ли вам отдел маркетинга заполнил эту анкету, кто ли это помощник генерального. — Ну и потом субъективно отношение к анкете, да, какую-то анкетку надо взять, ну давай быстренько, тын-тын-тын. — Да, а тут все-таки индивидуально. И несколько часов беседуют в структурированном формате, естественно, с человеком, и потом возникает вот эта информация. Начали мы это в 2004 году, тогда было сделано 456 таких интервью по всему миру с большими руководителями компаний. Сейчас каждый год это увеличивалось, и в 2019 году было 1709 интервью. Это было 64 страны, 18 индустрий. Туда, там задействуются и предприятия крупные, очень крупные, ну размером там, не знаю, как IBM, например, та же самая. И вплоть до предприятий среднего размера, не то что такие... — Ну как у нас принято, да, средний, крупный, мелкий бизнес. — Ну мелкий бизнес в меньшей степени, просто 1700, поймите, реально. И там были представлены секторы телекоммуникации, и ритейлы, транспорты финансовые, и промышленности, и государственные... То есть широкий спектр. Из них, из этих опрошенных было примерно треть, 32% было из развивающихся рынков. И будет интересно нам сегодня посмотреть, как еще думают руководители предприятия на развитых рынках. И у нас с вами. — Абсолютно справедливо. — Тоже интересный срез. — Совершенно справедливо. И мы уже говорили с вами о том, что кто-то успешный в бизнесе, а кто-то нет. Ведь хочется быть успешным. Как, среди опросив всех, понять, ты беседуешь с успешным или неуспешным? Это же тоже сложный вопрос. — Я прошу прощения. Вот эта вот информация о том, насколько успешен бизнесмен или его бизнес, она именно в результате опроса? — Нет. — Какие-то, можно, внешние... — Объективные факторы, я думаю. — Возьмем с вами, например, прошлый год финансовые показатели. — Да. Понятно, что, допустим, в авиационной индустрии там одни обычно показатели в среднем обновлении авиаперевозок, в ритейле другие, в финансовом третий, но существуют средние по промышленности. По этому сектору экономики показатели производительности, труда, прибыльности компании и так далее. И можно найти компании, у которых эти показатели выше среднего по индустрии, на какую-то заметную величину, и те, у которых ниже среднего. То есть из 100% опрошенных компаний примерно 20 самых высокопроизводительных компаний, то есть успешных, и самых 20% не менее успешных. Но это, опять же, анализ по индустрии, потому что высокая прибыльность какой-то одной индустрии может считаться очень низкой в другой, понимаете? То есть мы должны быть аккуратны по сегменту. Но тем не менее было выбрано 20% из этих опрошенных, которые мы считаем успешными, их показатели производительности существенно выше средних в соответствующем секторе, и 20% менее успешных. И вот эта вся работа позволила посмотреть и проанализировать вообще, как это предприятие функционирует. Когда мы говорим, как функционируют предприятия, какие аспекты стоит оценивать? То есть некое среднее предприятие, мы не говорим о его проще. Да, отдельности. Опрашивали каждого конкретного, а уже создали собирательный образ. При анализе любого бизнеса хочется знать, как ваше предприятие собственно устроено. Хочется понять, как вы работаете, кто ваши заказчики, и что вы этим заказчикам, простите, продаете. Услуги, продукты и так далее. Как вы остаетесь на плаву. И в этой связи наше исследование было построено таким образом. Там есть три разных отдела. Кстати говоря, сразу скажу, что это исследование есть и на русском языке, и на английском, свободно, в интернете. Его можно скачать, и желающие могут его просто посмотреть. Извините, я уже сразу порекомендую нашим слушателям. Есть смысл его скачать или найти, да, почитать. Это очень любопытно, я согласен. Вот. Итак, у нас вот там три части в этом исследовании и есть. Первое. Как сделать так, чтобы ваше предприятие было успешным внутри себя? А ведь здесь главное – это все-таки люди. Предприятие самое главное – это не машины и механизмы, хотя они тоже важная вещь. Это все-таки те люди, которые там работают. И вы уже говорили, что мир меняется. Значит, все время меняются требования к тем людям, которые работают. Должно меняться само предприятие. А люди – они существа разумные, нормальные. И они, как все разумные, нормальные люди, зачастую не хотят изменений. Им нравится порядок, покой и стабильность. Было бы странно, если бы им это не нравилось. Конечно. Поэтому это вопрос. Как сделать так, чтобы сотрудникам нравилось работать в постоянно изменяющемся предприятии? Это серьезный вопрос. Это серьезный, да. И вот поэтому этот аспект затронул большую часть нашего анализа и исследования. Второе – это как работать с клиентами. Мы все знаем, что интернет сделал потрясающую возможность собирать колоссальное количество информации, не структурированной, структурированной из социальных сетей, просто из интернета, отовсюду. Как ее правильно использовать, чтобы выставить индивидуальный подход к клиентам? И насколько в этом заинтересованы руководители предприятий? Этот аспект получил большое внимание в исследовании. И третья глава – это о том, а что же мы предлагаем нашим заказчикам. И здесь, конечно, бессмысленно говорить, предлагаем ли мы такие-то гаджеты или такие-то услуги. Опять же, мы говорим о том, что мир меняется. Значит, то, что мы предлагаем сегодня – это хорошо, а завтра потребуется другое. Значит, инновации крайне важны. А как вы обеспечиваете тот факт, что ваши продукты и услуги все время меняются, все время инновационно в хорошем смысле этого слова, чтобы заказчик хотел их и был готов за это платить? То есть, как вы управляете этими инновациями? И вот три этих больших сегмента и были покрыты этим исследованием. И вот этому всему, можно сказать, так и было посвящено. А вот из таких общих вопросов, самый первый вопрос, который мы задавали CEO, он тоже очень любопытный в этой связи. А какие внешние силы влияют на вашу организацию больше всего на свете? И вы знаете, 71% CEO, руководителей предприятия, сказали – технологические факторы. Впервые в истории этих опросов с 2004 года технологические факторы вышли на первое место. И с года в год их роль повышалась. В 2004 году технологический фактор был на шестом месте. В 2004? В 2004. А в 2012, да, он стал на первом. На втором месте 69%, с очень малым отрывом, CEO сказали – это навыки людей. То есть, если у меня персонал… Профессионализм, так мы говорим. Профессионализм, да. Вот они вообще люди-то умеют делать. Кирилл, Кирилл, спасибо огромное. Сейчас мы слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжаем наш разговор. Итак, друзья мои, в эфире Финам.ФМ, программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев, продолжаем наш сегодняшний разговор. Тема программы, напомню, лидировать, развивая отношения. В чем ключ к успеху в современном мире? Об этом мы сегодня говорим с моим гостем. В гостях Кирилл Корнильев, генеральный директор IBM в России и СНГ. Вот мы с вами сейчас как раз затронули тему, вот в новостях говорили о рыночных факторах. Вот рыночные факторы, в точке линия СИО, были на третьем месте. Без рынка мы никуда. Мы работаем на рынке, это понятно. И вот такой… Кирилл, я прошу прощения. А вот, так сказать, вот эта метаморфоза, да, эта изменчивость, сейчас куда рыночные факторы переместила? На третье место. На третье, да? Мне кажется, здесь, это мое личное мнение, но посмотрите, раньше было как-то более понятно. Были периоды роста экономики, были периоды спада. Если период спада, надо внимательно смотреть, когда он закончится, начнется период роста, и все будет хорошо. А мы сейчас знаем с вами, что хорошо уже было. А спад, он не спад. Он вот такая флуктуирующая, нестабильная ситуация, грозит оставаться в экономике довольно долгое время. Ну, это реалии бытия. А дальше можно жаловаться на это, не жаловаться, а работать в этих условиях придется. Поэтому на рыночные факторы смотреть надо, но ожидать, что когда-то это кончится, без сморицы. Отодвигается на третий план, на первое место. Так кто у меня работает? Человеческий фактор. Человеческий фактор. Так они, как невзирая на эти условия, достичь результата. Совершенно верно. И это, видимо, и влияет на поведение руководителей предприятий, особенно, наверное, тех, кто хотят успеха. И технологические факторы. Потому что только с помощью каких-то технологий можно обеспечить себе прорыв и улучшение ситуации. Вот в этой связи, помните, мы говорили, что когда вы смотрите на бизнес, у вас есть три больших вещи. Как, собственно, ваше предприятие устроено? Кто заказчик, как вы с ними работаете и что вы им предлагаете? Начнем с первого. Как устроено предприятие? Вот ситуация такая, какая она есть. Большая волатильность на рынке. И довольно долго она такая будет. И надо будет очень динамически реагировать на любые изменения. Будь то улучшение или ухудшение. Какие-то отделы надо будет расширять, другие сужать, потом опять перестраивать, бизнес-процессы менять и так далее. Как поступать в этом случае? Как управлять предприятием? Есть два понятных подхода. Либо как в армии. Слушай, что да, происходить будет отсюда. Командовать. Хороший подход, кстати. Да, понятный, ясный. Он очень результативный. Результативный. Армия древнейший, институт общественный. И показывающий, что в принципе не в начале, в принципе дает результат. Именно в условиях непредсказуемости и так далее, и так далее, и так далее. То есть иерархическая система с жестким командно-контрольным управлением. Но вы один неверный шаг полководца и посражение проиграно. В истории известно много таких примеров, когда Груши опоздал и так далее. В этой связи альтернатива, все-таки это бизнес, это не война. И альтернативой может вступить в такое мнение. Я нахожусь высоко в иерархии, но есть люди, работающие в поле, они-то видят больше, правда видят больше. Может быть делегировать вниз более и сделать этих людей креативными. Если позволите, Кирилл. Может быть они не видят больше с точки зрения стратегии, но они непосредственно общают. В конкретном бизнес-процессе, в конкретном подразделении, в конкретной бизнес-задаче. Они знают больше, давайте делегировать им немножечко больше. В разумных, мы не сумасшедшие. Но и эта открытость организации, возможно, даст больше правильных управленческих решений, что в совокупности приведет к тому, что предприятие будет более устойчивое, более финансово успешное. То есть известна вот эта проблема больших предприятий, где по вертикали все выстроено. То есть пока ты дойдешь до головы, чтобы тебе сказали... А будет уже поздно. Да, уже поезд ушел. Вот, и интересный результат опроса. Помните, мы говорили, что из всех 100% опрошенных мы выделили 20% успешных, 20% неуспешных. Так вот, примерно треть, что успешных и неуспешных, говорят, я буду командовать. То есть каждый третий руководитель говорит, я все-таки люблю демократию, но командовать буду я. То есть примерно треть людей, независимости, успешно-неуспешно предприятия, сказали, мы будем команд and control. Я командир на лихом коне и впереди. А вот если мы с вами посмотрим на другую стратегию, то среди отстающих, примерно треть сказала, я буду демократом, буду делегировать вниз, 48% успешных CEO, половина сказали, я вниз отдаю. То есть заметно статистически, подчеркиваю, это статистические факторы, здесь нет правильных или неправильных решений, есть разные рынки, разные культуры и так далее. Но заметно большее количество успешных предприятий применяют вот этот способ делегирования вниз и мотивации сотрудников, предоставление возможности к реализации их потенциала через то, что им дается больше, чем просто в командно-контрольной системе. И в этой связи мы заметили следующее правило при таком подходе. Тогда должностные инструкции должны быть чем-то заменены, потому что в быстро меняющемся мире, пока вы напишите ваши должностные инструкции, к моменту описания всего вашего, они устареют. Вспоминается один замечательный фильм, где ссылка на инструкцию 58-го года, значит, аргумент, она уже не работает, но ее никто не отменил. Я не отменил. И а чем это заменить? Как заставить сотрудников в хорошем ситуации быть успешными, инициативными? И вот здесь большущий фактор новый связан с тем, что необходимо создавать системы и бизнес-процессы для обеспечения взаимодействия сотрудников отдельных групп, неформальных, проектных, совместной работы. То есть такое сетевое взаимодействие отдельных групп между собой. Надо стимулировать группы сотрудников, проектные команды, отдельные отделы, взаимодействовать между собой напрямую, а не через вертикаль власти. А для этого появляются новые инструменты. Мы все знаем, что такое социальные сети. Социальные сети проникают теперь внутрь предприятия. То есть внутри предприятия создаются свои социальные сети и комьюнити, сообщество инженерного персонала, специалистов по кадрам, еще чего-то, которые на этом неформальном уровне все больше и больше решают задачи. Мы уже с вами привыкли, что все сотрудники предприятия соответственно имеют e-mail, и они электронные почты между собой там общаются. Но это уже становится базовым вчерашним днем. Теперь новые средства взаимодействия и совместные работы сотрудников внедряются все больше и больше. Это вот такие, если угодно, социальные сети корпоративного уровня. Вот такое интересное наблюдение. Да, это замечательно. Ну, надо сказать опять о том, что действительно социальные сети сейчас повсеместно в нашей жизни. Просто мы говорим об этом в современном мире, прежде всего имея в виду вот этот новый уровень коммуникации, что называется. Естественно, вполне логично, что именно это и становится еще и предметом. Еще один интересный такой момент, Олег. Вот когда есть должностные инструкции, все понятно. Что стребует сотрудник, и когда наказать его, если он что-то не исполнил. А как сделать так, чтобы сотрудники работали на результат, имея гораздо более общее описание того, что от них ожидается? И здесь на удивление, на первый план выходят те вещи, о которых у нас, простите, может быть, принято говорить почти с улыбкой, вспоминая моральный кодекс строительства для коммунизма и так далее. У нас вы имеете в виду в России. В России, да. На первое место среди организационных факторов, обеспечивающих вовлечение сотрудников в решение задач предприятия, являются этические принципы и принципы взаимодействия в коллективе. Фактически то, что называется английским словом values, то есть должна быть совокупность базовых вещей, в которые в хорошем смысле слова верят все сотрудники. Они должны разделять стратегию компании, они должны понимать, зачем они здесь работают, им нужно нравиться здесь работать, они должны прилагать свои силы к достижению общего результата. И вот эти общечеловеческие базовые принципы, они очень важны, если вы не даете человеку точной должностной инструкции, иначе они не будут коммуницировать между собой для достижения максимального результата. Совершенно верно. Ну, то есть это извечная проблема, то есть нужна некая идеология, да. В хорошем смысле слова. Корпоративная идеология, да. Да, совершенно верно. Но, а это достигается уже здесь, опять же, глубоким уровнем доверия работодателя и работника, и обеспечением, кстати, всего уровня и качества работы. Согласен. Кирилл, а вот мы ссылку такую вы сделали, да, на Россию, на то, что это наверняка может вызвать улыбку. А золотой телец не может быть такой идеологией, или какое-то время он был ею? То есть, опять-таки, да, как заставить сотрудника выполнять размытый долг нашли, ну, точнее, да, и проявлять инициативу на рабочем месте? Ну, мотивация, мотивация. Мы с вами знаем прекрасно. Сделал шаг вперед, да, вот тебе 20 копеек, сделал два шага вперед, тебе 40 копеек, вперед, работай. Материальная мотивация – существенный фактор успеха любой работы. Понимаете, если вы не будете сотрудника мотивировать финансово, он скажет, это нехорошая работа. Еще и зарплату не будете платить. Абсолютно, это не взлетит. Но, опять же, из теории управления хорошо известно, что только материальными факторами мотивация не ограничивается. И здесь, как обычно, нужна комбинация. Конечно, нужно платить нормально, это безусловно, но просто заменить деньгами тот факт, что работать, простите, неинтересно и не хочу, не получится. Не получится, я понял. Нужно вносить творческий элемент в труд, а делегация сотруднику и возможность ему принять какое-то реальное решение по какому-то бизнес-процессу, по какой-то сделке, она создает элемент творчества. И вот, как мне кажется, в этом самом подходе уже заложена возможность вот этой нематериальной мотивации. То есть опять момент какой-то самореализации. Самореализация, совершенно верно. То есть просто я тупо сижу и выполняю инструкции. Ну, понятно, меня это в какой-то момент начинает напрягать. А потом начальник подходит, слушай, давай так, ты же, у тебя образование, у тебя огромный опыт, а давай ты сам. Будешь, вот. И все, у меня выросли крылья за спиной, я не столько уже смотрю на зарплату и на премьер. Не-не, на зарплату у тебя как бы сейчас смотрю. Хорошо смотрю, да. Смотрю, но это не единственный факт. Не единственный, потому что я имею возможность самореализоваться. Я пришел домой, ну, американские фильмы очень часто вот такую моделью, они как раз, да, грешат. Приходишь домой и жене говоришь, ты представляешь, меня сегодня пересадили в отдельный кабинет. Начальник верит в меня, я теперь, да. И она говорит, боже мой, я так ждала этого Джон. Наконец-то настал этот. Ну, как бы мы с вами не говорили, а помните, опять же, успешные и неуспешные предприятия, все-таки понимают это практически все руководители. Но что отличает больше всего успешных от неуспешных, действительно, в разы, это ответ на простой вопрос. Как успешна была ваша организация в прошлом? До вас. Нет, в прошлом, в прошлый период, до сегодняшнего дня, когда происходило интервью, проходит, допустим, до того, как проводили интервью, управлениями, изменениями. То есть мы говорим, мир меняется, надо часто менять все. А вы были успешны? Вот те, которые были успешны, действительно, предприниматели, они сказали, да, мы были успешны в двух третях случаях. Только в 40% случаев были успешны те, которые не были. То есть понимание — это важный уровень, а вот умение это понимание реализовать, оно, конечно, отличает успешных от неуспешных. То есть очень часто, да, вот разговоры на эти темы, видишь визави своего, он кивает с умным видом головой, говорит, да, конечно, конечно. Потом приходит, и вот, и ныне там, ну, потому что надо же... Надо еще сделать. Еще сделать, да, надо суметь это сделать, это очевидно, это очевидно. Это проблема, конечно. Так, да, Кирилл, продолжай. И задача в наше время руководителя предприятия, который хочет вот по этому пути пойти, это создать внутри своего предприятия возможность сотрудникам вот работать на этом неформальном уровне. То есть создать средства междепартаментного взаимодействия. Фактически, если раньше мы говорили, есть IT-система по управлению кадрами, IT-система по управлению складскими запасами, то теперь нужна еще IT-система по обеспечению... Коммуникации внутренних, да? Коммуникации между сотрудниками. Да, да. Не только электронная почта, но гораздо более широкая. Ну, и вот здесь опять есть смысл поговорить о неких инновациях, да, о неких технологиях, но мы сделаем это обязательно. После того, как послушаем новости на Финам.ФМ. Продолжаем наш сегодняшний разговор. Уважаемые слушатели, в эфире Финам.ФМ программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Я еще раз напомню вам, у вас есть возможность присоединиться к нашему разговору. Телефон в студии 6510-996, код Москвы 495. Сайт компании финам.ФМ. Вопросы на сайте у нас уже есть. Один из них я позволю себе прочесть. Есть гость в студии Кирилл Корнильев, генеральный директор IBM в России и СНГ. И говорим мы о том, в чем ключ к успеху в современном мире. Кирилл, собственно, комментирует известное исследование компании IBM. Итак, наш слушатель Иван. Ну, скорее это утверждение, нежели вопрос. Но, тем не менее, просьба прокомментировать это утверждение. Итак, Иван пишет. Нет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Дальше идет цитата. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они говорили, что делать нам. Это цитата Стива Джобса. Ну и дальше просьба Кириллу. Прокомментируйте это утверждение, Кирилл. Ну, я согласен. Мы об этом с вами сейчас и говорили. Что если мы хотим, чтобы люди на местах, которые лучше разбираются в конкретной ситуации, в конкретном процессе, в конкретном разработке новых продуктов, чтобы они нам говорили, что делать, а не мы за них решали. Это полностью коррелирует с теми вопросами, которые мы нашли в ходе исследования. Но, подчеркну, бывают разные предприятия. Apple — это инновационная компания. Она занимается именно этими вопросами. И там реализовать это. Реализовать такие подходы легче, чем, например, в компании, которая занимается, ну, скажем так, в Макдональдсе. Это сделать сложнее. — Традиционными вещами, уже ставшими традиционными. — Да, такими. Поэтому здесь надо понимать, что надо всегда эти аспекты прикладывать к конкретным реалиям бизнеса, и не просто механически что-то делать. Но, тем не менее, существуют очень-очень общие большие тенденции. И вторая тема, которую хотелось бы подчеркнуть, исходя из выводов этого исследования, — это по работе с заказчиками. — Так. Ну, понятно, что чем больше знаете вы информации о заказчиках, тем лучше вы понимаете их потребности, тем легче вам предложить им то, что им надо. Это, в общем-то, великое умозаключение. И вы не поверите, исследование подтвердило, что вообще информация о заказчиках имеет ключевое значение. Поэтому здесь мы об этом говорить с вами не будем. Но любопытно другое. Я скажу только об одном очень важном аспекте, и действительно феноменальном. Какими способами вы организуете взаимодействие с вашими заказчиками? Спросили мы SEO. И нам ответили, что сейчас 80% SEO сказали, 80% SEO ответили, мы, конечно, имеем продавцов, они ходят к заказчикам и продают. То есть 80% SEO говорят, у нас есть специальный отдел продаж, они этим занимаются. Хорошо. А через веб-сайты? 47% SEO сказали, мы продаем еще и через веб-сайты. Хорошо. А через партнеров, канал? 41% сказали, мы имеем специальную сеть бизнес-партнеров, они с ним занимаются. А колл-центр у вас есть? Есть. 40% говорят, мы имеем колл-центр. А рекламу делаете через традиционные средства массовой информации, например, нам газеты? Да, 39% конечно делаем. А что будет через 3-5 лет с вашей точки зрения? Расскажите. Ну, они там рассказали. Ну, например, веб-сайты. Сейчас 47%, а будет 55%. Ну, то есть вот где-то вот такие изменения есть. Но есть одно изменение, которое шокировало нас в хорошем смысле этого слова. Сейчас вопрос. А вы продаете через социальные медиа? 19% сейчас сказали да. А через 3-5 лет сказали, мы этим будем заниматься 57%. То есть ожидается в ближайшие годы колоссальный всплеск выстраивания системы доступа к заказчикам через социальные сети. Это фактически предприятия должны прийти туда, разместиться на страничке, там, не знаю, Facebook или там чего-то там еще. И взаимодействуя с колоссальным количеством клиентов, вытаскивать колоссальное количество неструктурированной информации. Это мнение, что вам нравится. Это сложно. Ее сложно. Нужны очень мощные суперкомпьютеры это все анализировать. Из этого анализа выстраивать индивидуализированные, подчеркиваю, именно это, индивидуализированные для каждого конкретного индивидуума предложения о ваших продуктах и услугах, которые по этой аналитике могли бы быть релевантными, подходящими в данной ситуации клиенту. И вот это радикальное изменение, оно ставит нас, как компанию, которая занимается информационными технологиями, в интересное положение. То есть мы, наверное, будет ожидаться большой всплеск в потребности подобных информационных систем, которые обеспечивают доступ предприятия к этим социальным сетям и выстраивание взаимодействия с этими клиентами, диалога с ними через это. Но, не знаю, как сказать, новый способ доступа к интернету для предприятия, для бизнеса. Как индивидуум мы освоили работу в социальных сетях. А вот это новое, и это новое действительно столь радикально. Причем, а останетесь продавать через обычный канал, традиционный, продавец приходит, продает клиент, ну да. Но вместо 80% они ожидают 67%. То есть идет некоторое снижение ожидания. Это ожидание руководителей. Оно может материализоваться или нет. Но ожидания таковы, что будет несколько меньше прямых продаж. И замещаться это будет больше работами в этом виртуальном мире через социальные сети. Вот такое интересное наблюдение, которое мы сделали. И второй момент. Ну хорошо, а сейчас уже тоже ведь есть колоссальное количество информации в интернете. Ее можно брать, анализировать, из-за этого делать какие-то выводы. И успешные предприятия здесь очень сильно отличаются от неуспешных. В два раза больше предприятий успешных, успешно добираются до этих данных в интернете. Успешно их обрабатывают. И что опять, как мы с вами уже говорили, умеют делать конкретные выводы на основе этого. И вот эти вещи в перспективе будут и дальше развиваться. Ну и соответственно, таким образом будет меняться бизнес в самых разных секторах и индустриях. Это здорово. Ну в любом случае, да, опять-таки мы вернемся к теме сегодняшней. Современный мир, он прежде всего мир информационный. Естественно, нельзя забывать о том, что кто владеет информацией, владеет этим миром, как говорили умные люди. Ну это в общем-то было всегда. Просто сейчас доступ к информации другой. Да, другой, другой. Он несколько... Расширился. Расширился, да. И ее гораздо больше. Хорошо. В этой связи, да, вот с точки зрения технологий, как вы видите, это доступ к информации, это развитие, да, и социальных сетей. В частности. Слышишь, какие технологии, как оно будет выглядеть? Ну, опять же, давайте в пределе, чтобы было понятно. Вы же не можете посадить внутри предприятия сотни тысяч людей, чтобы они... Сидели в интернете. Сидели в интернете и беседовали там с заказчиками. Потому что ваши колл-центры вы замените на тайп-центры. Но не более того. Это в сути эффективности бизнеса не самое высокое. А это означает, что в пределе будет стоять суперкомпьютер с искусственным интеллектом, который будет анализировать эту информацию и своими мозгами генерировать что-то разумное для вот тех клиентов, которых он там увидит. То есть нас ожидает интересная область. Вот именно развитие направлений технологий, ну, фактически, искусственного интеллекта. Не так давно IBM показала миру удивительное чудо. IBM Watson. Суперкомпьютер, который выиграл в Соединенных Штатах в национальной игре GeoPardai. Это своя игра у нас. Аналог. Аналог, да. Кто кого аналог, я уж тут не знаю, но вы понимаете. Такая же игра абсолютно. Это известно, это лицензионный продукт, своя игра, как многие списаны. И это значит, что эта машина понимает человеческий интеллект, то есть речь, разбирает ее в смысловую нагрузку, находит в Википедиях или где-то там еще ответы, формулирует, синтезирует речь и выдает ее обратно. То есть это некий шаг уже... И делает это быстрее человека, потому что на скорость еще. Конечно, это некий шаг опять в сторону искусственного интеллекта на создание интеллекта. И вот эти машины, ну это такое, это демонстрация технологических возможностей. Игра GeoPardai, это развлечение. А сейчас издаются на этой основе специальные системы, которые будут с элементами искусственного интеллекта помогать в бизнесе для решения подобных задач. То есть это дело ближайших лет, это год-два. Это не отдаленное будущее, это реально. Ну и сейчас, опять-таки, если мы говорим о современном мире, все настолько стремительно развивается, что если раньше мы могли бы говорить, что вот... Даже я вспоминаю, да, недавние фильмы, ну, недавних даже не десятилетий, фильмы фэнтези, да, которые о будущем говорили, там... Назад в будущее, там 2020 год, и там что-то такое... А вот он уже, 2020 год. Скоро будет. И каждый год мы в новой реальности какой-то оказываемся. В новой реальности, в новой действительности. Но про таком уровне развития искусственного интеллекта скоро мы вспомним Айзека Зимова и три закона работы техники. Да, да, да. Это будет актуально. Это станет актуальным. Это станет актуальным. Так, хорошо. Кирилл, тогда давайте продолжим мы сегодняшний разговор. Я читаю вопросы, но, опять-таки, на вопросы они походят мало. Скорее, умозаключения некие. Ну, я думаю, мы оставим их на последнюю часть нашей сегодняшней программы. Я несколько выдержек из исследований себе позволю. Конечно. Вот, например, такая история. Чтобы сохранить лидирующие позиции в области инноваций, ну, в данном контексте понятно, о чем он говорит, необходимо усилить позиции в сфере партнерских отношений. Вы как раз сейчас затронули название третьей главы нашего исследования непосредственно. Спасибо. Это как сделать так, чтобы ваши продукты были всегда инновационны и хороши. Все инновации стоят денег. Разработка и вывод на рынок новых продуктов, новых технологий, фундаментальные исследования и так далее, это большие деньги. И мощнейший фактор, который толкает все предприятия на совместную работу в области инноваций, это финансы. Дорого иначе. Это один аспект. Второй аспект. Мы с вами говорили, что люди на местах знают лучше о процессах и процедурах, чем руководство. Высоко. И вы начинаете строить внутренние порталы, внутренние социальные сети для взаимодействия сотрудников между собой. Но IBM проводил исследование не только сейчас. Вот в прошлом исследовании выяснилось, что одним из основных источников инноваций являются ваши бизнес-партнеры, поставщики и клиенты. То есть экосистема предприятия, в котором оно работает. И возникает нормальное желание расширить это внутреннее сотрудничество между сотрудниками в этих социальных внутренних сетях на более широкую структуру. Это все равно будет закрытая сеть, но уже более широкого комьюнити, общества. Поставщики, бизнес-партнеры и клиенты, которые могут советовать изменить что-то в вашем продукте, в режиме логистики, в финансовых каких-то подходах и так далее. И партнерство вот такое, оно связано в области инноваций, связано не с экономией денег, а с поиском новых идей. То есть есть два фактора, почему мир уходит в совместные инновации. Это поиск новых идей вне предприятия. Как правило, в экосистеме близкой, которые понимают, как ваше предприятие работает. Партнеры, поставщики, клиенты. И это дороговизна самих инноваций в плане создания и вывода на рынок новых продуктов и услуг. И поэтому подавляющее большинство руководителей предприятий сказали, что мы будем партнерствовать со внешними организациями для инноваций. Вот в 2008 году 55% всех SEO сказали, мы будем это делать. А сейчас 69%. То есть есть откровенная тенденция на то, что количество предприятий, которые хотят выйти на совместную инновационную деятельность, резко возрастает. Ну а для этого, опять же, важен вот тот первый подход, о котором мы говорили. Если предприятие очень сильно закрытое и не выдает наружу никакой информации, не дает делегации сотрудникам, и не вовлекает вокруг себя все в понимание, что я такое есть и как меня улучшить, очень трудно заниматься совместными инновациями. Ну и предприятие, я думаю, это оно скорее обречено все же. Не то, что обречено, это, опять же, надо смотреть внимательно. Я не хочу сказать, что это плохо или хорошо, надо смотреть в конкретный контекст. Но есть тенденция. Мир двигается в эту сторону. Не стоит запираться. Надо идти со своей скоростью. Не надо механически от армейской архитической системы за секунду переходить к полной демократии. Но двигаться в этом направлении надо. Очевидно. Сейчас слушаем новости и потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний разговор на тему «В чем ключ к успеху в современном мире?». Сегодняшний гость Кирилл Корнильев, генеральный директор IBM в России и СНГ, на мой взгляд, достаточно квалифицированно, широко осветил эту тему. Мы говорили перед тем, как уйти на новости, о том, что нужно изменять в сфере партнерских отношений, причем как внутри, так и вне конкретного предприятия. Кирилл, продолжайте, пожалуйста. Мы затрагивали тему инноваций и то, что формой инновации все больше и больше становятся совместные инновации предприятия с другими организациями. В каких областях можно заниматься инновацией? Опять же, понятно, в области продуктов и услуг, разработка, вывод новых технологий, услуг, продуктов. А ведь еще можно и разрабатывать новые бизнес-модели. Инновации в области бизнес-моделей – это тоже интересное направление, и к нему, как показал опыт исследования IBM, более привержены успешные предприятия. Мы с вами сейчас увидим, что рынок достаточно волатилен, что бурного роста мировой экономики во всемирном масштабе вроде не ожидается. – И не ожидается. – Не ожидается в ближайший момент. А акционеры хотят, чтобы предприятия и доходы росли. И, соответственно, руководство предприятий ищет пути. Что можно сделать? Можно выйти в другой сегмент, где вы раньше не работали, начать работать там. А можно создать новый сегмент, которого вообще еще не было, и в этом новом сегменте объяснить заказчикам, что у них есть потребность в чем-то, что они раньше не знали, что у них потребность. То есть создать новый сегмент и заняться новым бизнесом. И то, и другое – это инновации в области вашей бизнес-модели. Так вот, если только 18% из не очень успешных CEO сказали, что мы стараемся создавать новую совершенно бизнесу, новые сегменты, новые индустрии, то 35% успешных CEO сказали, что мы это делаем. Если 31% из менее успешных CEO сказали, мы традиционно работаем в индустрии А, но мы хотим еще пойти в сегмент Б, то таких было 46 среди успешных. И из этих новых источников, мало то, что мы пытаемся что-то сделать, а деньги-то у вас получилось что-то, денег-то собрать. Результат-то есть. Результат-то был. 19% тех CEO, которые менее успешно сказали, что-то мы там получили. И 26%. То есть, понимаете, стараются все, но не все, не всегда получают. Это понятно. 26% сказали, да, у нас получилось. То есть, конечно, видно, что прежде всего успешные руководители, успешные лидеры – это лидеры, которые пытаются что-то все время поменять. Опять же, мало того, что мир меняется, надо еще и быстрее этого мира бежать в своих изменениях и угадывать направление движения этого мира для того, чтобы достичь успеха. А чтобы бежать в правильном направлении, надо коммуницировать с большим количеством умных людей, со своими сотрудниками, делегируя им решение вопросов, с соседними предприятиями и организациями, чтобы это лидерство обеспечить. То есть, взять правильные идеи и их реализовать. Будь то создание нового сегмента или индустрии, будь то уход бизнеса в какую-то новую нишу, новые направления и так далее. Поэтому все это исследование называется лидируя, развивая отношения. И внутренние, делегируя к сотрудникам, и внешние, выходя на эти новые предприятия, с кем вместе заниматься инновацией. Вот где-то так у нас получается. Замечательно. И вообще справедливо, да, что главное слово, на мой взгляд, в этом слогане именно отношения, потому что мы живем в эпоху информации, глобальной информации, она преследует нас практически по пятам, невозможно нигде от нее скрыться. И, естественно, коммуникации становятся во главу угла любого действия, в том числе и бизнеса. У меня есть один вопрос, вот буквально по поводу того, о чем сейчас шла речь. Мы определили инновации, в данном случае с точки зрения дефертификации, да, то есть это будет инновация сейчас скажу, с позиции бизнес-процесса, да, то есть я меняю свой бизнес-процесс, я занимался этим, а теперь попытаюсь, так сказать, переориентироваться на другое. Ну и вторая инновация, с точки зрения создания неких новых идей, точек своего применения бизнеса. Вот не выглядит ли первая бизнес-модель, когда я пытаюсь диверсифицироваться, как попытка заняться тем, чем уже занимаются другие люди, ну то есть, да, как бы прийти на чужую поляну, что называется. Ну да, если вы идете в ту индустрию, которая уже существует, а вас там не было, вы точно приходите на чужую поляну. На чужую поляну. Вопрос, с чем вы туда приходите? Вот, вот, вот. Насколько... Есть ли вам что предложить? Убедительно, если уже, ну понятно, да, что есть, есть, в данной, по крайней мере, да, конкретный, мы говорим, в данном конкретном времени есть позиция такая, что вот этим бизнесом занимаются, там уже есть свои ключевые игроки, а я пытаюсь туда влезть, и просто мне не хватает места, и ничего у меня не получается. Вот изначально это не проигрышная история. Нет, ну здесь, как обычно, инновация же не механическая, воплощение некоторой догматической идеи. Как раз надо придумать такую форму, чтобы это было успешно. В любом случае, надо чем-то отличаться. Конечно, думать надо обязательно. Мы же с вами хорошо знаем, что есть традиционные торговые предприятия. В свое время возникла метод работы через интернет. И вот Amazon.com, небезызвестный, взлетел очень хорошо. А казалось бы, он же раньше этим не занимался. Понимаете, да? То есть он не был традиционным ритейлером и продавцом книг, например. А сейчас он, сделавшись успешным продавцом книг, ушел в другие бизнесы в интернете и уходит дальше и дальше и дальше. Может себе позволить. Но дело это тоже с умом, толком. Поэтому здесь надо смотреть. Я понял. Еще одну цитату я себе позволю, если не возражаете. То, о чем мы говорили в самом начале. Помните, да? О поиске некой идеи, корпоративной идеи. То есть мотивация не только материальная, но и некая иная. Вот такая цитата. Людей можно привлечь деньгами, стимулировать научными достижениями, однако это не дает долгосрочных преимуществ. Вам нужно завоевать их сердце. Люди должны верить в то, чем они занимаются. Вот об этом мы и говорим, что надо построить ту систему взаимного доверия и понимания. И человек должен быть комфортный на этом предприятии. Мы с вами проводим на работе очень большую часть своей жизни. И если не выстроить баланса между работой и личной жизнью, то работать будет очень тяжело. А в выстраивании этого баланса большую роль играет не только сам работник, который, естественно, несет его баланс, прежде всего, но и тот работодатель, который это делает. Который это делает. Создает условия. Создает условия, да, чтобы человек мог бы самореализовываться как личность на этой работе, безусловно, и получая достойную заработную плату и делая интересную работу, ответственную, с одной стороны, результативную, но имеющую творческое начало. Потому что без творческого компонента сотрудник скажет, ну, скучно. Рано или поздно скажет, скучно. Вы упомянули сейчас и личную жизнь. Ну, и действительно, человек счастливый, он всегда, он гармоничен, да, и с точки зрения своего профессионального участия, и с точки зрения того, что у него есть семья, у него есть близкие, и хватает времени на них, да, прежде всего. И он может их поддерживать, как и они его, собственно. Нет ли здесь, ну, я скажу, опасности, хотя, может быть, никакой опасности в этом нет. Нет ли здесь опасности того, что вот эта идея, всеобъемлющая идея, какая-то корпоративная, она будет еще и включать в себя, ну, попытку покорректнее сейчас. Ну, известная такая тема есть, как служебные романы. Вот она будет включать в себя попытку еще и создать некий социум, да. Ну, да, вы как-то уже совсем так далеко просмотрели вперед. Я бы даже, прежде чем мы идем в эту сторону, я бы сказал так, что прежде всего это будет включать в корпорации такой компонент, как корпоративная социальная ответственность. и гораздо важнее, чтобы работодатель здесь обеспечивал соответствующие условия работы сотрудника, будь то, не знаю, условия для работающих матерей, будь то условия или возможности в случае необходимости работы из дома для ряда категорий работников, где нет необходимости им каждый день через все эти пробки пробираться к себе на работу. То есть по неким личным обстоятельствам. И так далее, и так далее, и так далее. А вы бы имели какую-то такую, знаете, интересную тему, но она требует уже другого профессионального подхода исследования. Исследования, нового исследования. Ну, вот видите, как хорошо у нас. Есть еще, да, по крайней мере, предмет для этого исследования. Хорошо. Кирилл, не так много времени осталось. К сожалению, честно говоря, меня очень увлекла сегодняшняя беседа. Я с удовольствием еще один эфир ей посвятил. Но поскольку времени немного, я вас попрошу, что называется, подвести итоги еще раз основными какими-то мазками для наших уважаемых слушателей сообщить, в чем же, собственно, ответ на этот вопрос, в чем ключ к успеху в современном мире, как видится вам. Начнем с бизнес-условий. Бизнес-условия будут волатильными. Мировая экономика очень быстро расти не будет. И в этих условиях предприятиям, чтобы достигать успеха, нужно менять традиционные застоявшиеся формы работы. Они будут изменчивыми. Застоявшиеся. Если такие есть. Если вы уже поменяли, молодцы. Нельзя просто смотреть на прошлое. Так всегда было. Было хорошо. Будут делать то же самое, и будет опять хорошо. Не будет. В этой связи любое предприятие должно посмотреть на то, как оно самоустроено. А здесь прежде всего персонал. Как вы работаете с сотрудниками. Как вы обеспечиваете то, что сотрудники вовлечены, нацелены на результат и работают на то, чтобы предприятие было успешным. Раз. Второе. Надо посмотреть, собственно, как вы работаете с клиентом. Вы действительно точно предугадываете их потребности и создаете продукты, услуги и формы работы, которые адекватны и востребуемы клиентами, чтобы они были готовы вам платить. И третье. Это насколько то, что вы предлагаете, соответствует изменяющимся потребностям нашего мира и очень потребовательным потребителям. Настолько вы инновационны. Инновационны в продуктах, инновационны в услугах, инновационны в подходах, в бизнес-моделях. И чтобы это все реализовать, вам необходимо построить организацию, которая будет характеризоваться большей открытостью, большим вовлечением сотрудникам в решение стратегических важных вопросов на своем уровне и расширить инновационную деятельность из рамок предприятия на соседние организации, поставщиков, клиентов, партнеров, на всю экосистему. Вот где-то таким образом. Я понял. У нас есть еще один вопрос. Знаете, у нас совсем мало времени. Но, правда, это опять не вопрос, а некая реплика, причем такая достаточно пессимистичная, что ли. То есть хорошо уже было. Хорошо уже было. Итак, читаю. Компании тратят миллионы на исследования, ну, на подобные исследования, о которых мы сегодня говорим. Зачем, спрашивает слушатель? Если и так все понятно. Ну, слава богу, видите, ему понятно. Потребитель не меняется веками. Конкуренты есть всегда. Любой современный человек и так знает, что сейчас более популярно и как сделать. А как он это знает? Наверное, через интернет. А как возник интернет? Наверное, технологический прогресс. Ну, то есть, да, я... Понятно, конечно. В принципе, наш слушатель прав. Потому что базовый человек, он как был, человек разумный, он так и остался человеком разумным. Но скорость, время сжимается. Как говорил один мой мудрый коллега, он сказал так. Мы научились делать за неделю то, что наши предки делали за месяц. А зачем? Но это вопрос риторический. Конечно, конечно. Время сжимается. Цивилизационный, я бы даже сказал. Но мы живем в тех условиях, в которых мы живем. И ничего, к сожалению, другого или к радости другого в ближайшее время не увидим. Итак, я благодарю моего гостя. Напомню, Кирилл Корнильев, генеральный директор IBM в России и СНГ. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Всего вам доброго. Успехов в бизнесе. До свидания. Продолжение следует...